Принцесса Покахонтас 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 Доброе утро. Где ты был? Который час? Я был на рыбалке. Принёс нам к завтраку рыбу. Спасибо, Мок. Мы взяли еду с собой. Войн не может продержаться на фруктах и орехах. Я посреди ночи проснулся от голода. Мы ценим твою заботу, но всё же позавтракаем ягодами. Как хотите. Мне нужна еда посущественнее. От этого запаха у меня слюнки текут. Перед тем, как отправиться в путешествие, мы с Покахонтас решили, что будем есть растительную пищу с одной стороны, чтобы сделать жертвоприношение, а с другой, чтобы освободиться от любой формы агрессии внутри нас. Когда душа покидает человеческое тело, оно становится удобрением для растений. Растения же, в свою очередь, становятся пищей для людей и животных. Так замыкается круг. Я всегда питал уважение к этим принципам, изложенным в священном законе нашего народа. Вот, завтрак готов. Вы можете делать, что хотите, но я не намерен смотреть, как хорошая еда пропадает. Ты прав, Мок. Такова жизнь. Но мы дали слово и не собираемся его нарушать. Хорошо. Это значит, мне достанется больше рыбы, а вам больше фруктов. И все счастливы? КОНЕЦ Только посмотрите. Девушки отдыхают. Магикане известны тем, что делают все в два раза быстрее. Что может быть лучше этого воздуха? Как чудно вновь оказаться рядом с домом. Эти горы и долины дарят магиканам вкус жизни. Смотрите, это земля моего народа. Земля магикан. Наши охотничьи угодья простираются до самого горизонта. Какое изумительное место. Если мы немного отклонимся от курса, то сможем заночевать в моей деревне. Что скажешь, Покахонтас? Нет, это не обсуждается. Так мы потеряем время. Ну и что же? Ты же знаешь, мы выполняем миссию. Я на расстоянии одного шага от моей деревни и не могу зайти в нее. Я не знаю, как в твоем племени, но в моем решение принимается большинством голосов. Поэтому мы продолжим путь. Двое против одного. Как тебе не стыдно? Что? Тебе лишь бы о чем-нибудь поспорить. Я знаю, что вы из разных народов и у вас непохожие характеры. Но вы также оба обладаете большим количеством положительных качеств. Так почему бы вам не научиться понимать друг друга? Как мы можем ждать от людей, что они станут жить в гармонии, если сами этого не умеем? Мок, подожди, вернись. Не хочешь ли сообщить, куда направляешься, даже не попрощавшись? От меня не так уж просто отделаться. Я хочу узнать, что вы думаете о Ниагарском водопаде? Я передумал. Хопи-хоп, ты прав. Моя деревня подождет. Надеюсь, ты на самом деле так считаешь? Трудно понять, говоришь ли ты серьезно или шутишь. Мы рады, что ты остаешься с нами. Но если ты снова разозлишь меня своими глупыми шутками, я... Мои шутки не глупые. Думай, что говоришь. Если хотите, можете ругаться. А мне пора. Нет, подожди, подожди, пока Хонтас. Мы уже несколько дней не встретили Ниндушик. Мок, тебе это не кажется странным? В это время года все уходят к холмам, чтобы собрать урожай кленового сока. Мы все еще на территории Магикан? Нет, мы только что пересекли границу территории народа Орекой. Если думаете, что можете быть в мире с народом Орекой, вы заблуждаетесь. Почему? Потому что этот народ интересует только война. Они воюют со всеми соседями. Раньше они воевали между собой, но несколько лет назад они объединились. Ты имеешь в виду Лигу Пяти Народов? Именно. Теперь они более могущественные, чем когда-либо. Они постоянно воюют с нашими братьями, народами Херон и Соскуакана. Они не успокоятся, пока не завоюют все территории, что граничат с их землями. Я знаю, вы выполняете миссию, но считаю, что разговаривая с Орекой, вы зря потеряете время. Великий дух велел нам разговаривать со всеми людьми. Как хотите, хватит об этом. Так жарко, мне не терпится искупаться. Давайте за мной! Не знаю насчет хопи-хон, но я обожаю плавать. Хопи-хот, ты не умеешь плавать? Ты забыла, я родом из местности, где нет водоемов. Чудесная вода, да? Хватайся. Мне не хочется выходить. Хватит. До свидания, пташка. Мой пернатый друг сообщил мне интересные новости. Правда? Что он сказал? Вообще-то это она. Отвечай на вопрос. Успокойся. Похоже, что по направлению к северу движется группа людей. Так вот почему никого не видно. Возможно, еще она сообщила, что в округе полно полей с овощами, луком и... Хорошие новости. Но кто же нам даст эти овощи? Я же сказал, что все ушли на север. Так что никто не заметит, если мы возьмем овощи сами. На этот раз я согласен с тобой, Мок. Это не будет воровством, ведь плоды земли предназначены для всех живых существ. Это сказал великий Хопихо? А также великий Мок. Так почему бы нам не поискать овощи? Мок был прав. Смотрите, здесь целое поле дынь, и они спелые. Еще здесь есть картофель, морковь, свекла. Скоро стемнеет. Пойду разобью лагерь на берегу реки. Держи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 А мы с Покахонтас не едим мясо. Покахонтас, ты хочешь пить? Да, я бы с удовольствием выпила чего-нибудь. Что это? Кленовый сок. Попробуй, он вкусный. Держи, он сладкий и превосходно утоляет жажду. Давай, попробуй. Ты прав, он вкусный. Сейчас сезон для него. Его собирают каждый год, а по завершении устраивают большой праздник. Скажи мне, желтый волк, все люди народа рукой носят такие пояса? Да, смотри, каждый символ представляет племя пяти народов. Орел, сидящий на дереве, символизирует наше объединение во имя мира и братства. Он день и ночь на стороже наблюдает, чтобы никто не нарушил мир. Как интересно. Смотри, что это за водоем? Это озеро Эри, идем. Чтобы попасть на собрание, нам придется переплыть его. Другого берега даже не видно. Идемте, сейчас не время отдыхать. Как же мы его переплывем? Смотри, воины нашли каноэ. Идем, поплывем на каноэ. Этим каноэ так просто управлять. К тому же оно надежное. Но у других племен есть более быстроходные каноэ. Какое изумительное место. Я никогда раньше не видел такого пейзажа. Ты прав, Хо-Пи-Хо. Нам повезло, что мы встретили желтого волка. Испугались, да? Ну, знаешь, вообще-то я первый раз в каноэ сижу. Для первого раза ты отлично справляешься. Покахонтус, наш народ собрался, чтобы поприветствовать тебя. Как они поведут себя, когда увидят магиканина? Мог, ты великий воин. Только не говори, что ты испугался. Не волнуйся, Мог, здесь разные племена. Твои друзья Алгван-кун защитят тебя. Твои друзья Алган-кун защитят тебя. Фильм подготовлен на студии Варм Саунд. Перевод Надежды Ковалевской и Елены Поповой. Звукорежиссер Сергей Лолицин. Текст читали. Мария Косяк. Текст читал. Текст читал. Текст читает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok